здравствуйте здравствуйте дорогие телезрители витаем а вот такой значит у вас оцей гаражный натюрморт выходит ну композиции в натюрморте предметы могут быть совершенно разные ну сегодня такой вот предмет у нас качестве натюрморта карбюратор думал что на сегодня уже не мая карбюратор его есть только инжекторы або дизельные двигатели я думаю на сегодня существуют даже двигатели на паровой тяги они правда в музее но они существуют ага розумела а дыши жинки вы показали что приходят жинки сэш тут бывают являться на оцей натюрморт я же уже сказал предметами натюрморта могут быть совершенно разные вещи женщины обычно здесь появляются когда натюрморте присутствует шашлычок винцов под шашлычок сегодня их не будет да вот сегодня женщин не будет к сожалению или к счастью или в другой раз когда будем говорить допустим о моде гаражных посиделках можем поговорить абсолютно на любую тему присутствие абсолютно разных людей я уже думал что тут прийдемо тут будет ну может сегодня кто-то другой будет ведь это ж гараж двери открыты буквально на минутку потому что жена сказала больше с вами тут ни 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 разу смотря как пойдет разговор и как пойдет беседа у тебя в подкресенье что-то есть поэтому минуткой мы не ограничимся вот чтобы запитать у дяди фары вот як він правил свій субботний день 9 числа нет эта суббота была очень насыщенная все началось с автограда со всероссийства всеукраинского точнее съезда москвич клуба в харькове они ехали в харьков на третью годовщину харьковского москвич клуба ну то есть ты встретил раньше чем я да да форпост поднимемся ну давай автошанувальники автоволодарьи автоклубники любители авто-то мототехники по-різному проводили свій субботний день 9 липня 2011 року в нашому місті харьков а дехтою за его межами на тіністому березе речечки або в іншому чудовому місті а от наприклад шанувальники легендарної радянської автомобільної марки москвич цей день зібралися на третю всеукраїнську зустріч москвичеводів на всім відомому автограді поблизу аеропорту тут проводилися змагання зі швидкісного маневрування та драгом для тих москвичеводів хто не мав бажання приймати участь у перегонах організатори запропонували продемонструвати свого москвича людям та отримати приз по автозвуку або в номінації москвич 2011 поздоровити шанувальників автомобіля москвич з третєю всеукраїнською зустрічю приїжджали дядя Фара один з організаторів союзу автоклубів та байкери з національної асоціації мотоциклистів України під проводом тюлення голови харківського регіонального представництва НАМО організатори третєї всеукраїнської зустрічі москвичеводів для неохочих до спортивних змагань своїх друзів їхніх дружин та дітей влаштували проїзд по Харкову колоною з прапорами по визначних місцях першої столиці в супроводі дяді Фари та колони байкерів яких автомобілісти шанують як двоколісник братів своїх колона з машин та мотоциклів проїхала на саму велику площу Європи для початку екскурсії влаштованої організаторами саме тут на площі голова регіонального представництва НАМО в Харківській області для всіх зацікавлених людей сказав декілька слів про НАМО НАМО – це національна асоціація мотоциклистів України основні заняття НАМО – це допомогу двоколісним братам на дорогі не важливо, яка допомога, то ли при ДТП, то ли при поломках такі основні цілі Серед інших автомобілів на площі виділявся один москвич своїм золотим кольором також багато хто помітив на площі і Мазераті теж золотого кольору але Володар цього автомобіля не мав видомого бажання приєднатися до шанувальників легендарної радянської автомобільної марки «Москвича» Крім байкерів, москвичеводів, дяді фари з дружиною Вірою та золотого кольору Мазераття на площу також приїхали Олексій Беседін, директор «Хадо Моторспорт» відомий художник Арсеній Глінський та його дружина Наталія, щоб зустрітися, поспілкуватися та з користю провести час Про сьогоднішній захід на Автограді та на площі Свободи розповідає активіст клубного руху «Партизан» Сьогодні проводиться всіукраїнський з'їзд москвичеводів Тобто хлопці приїхали спілкуватися з різних місців України Не тільки України, в принципі хлопці приїхали з Москви Просто щоб побачитися, поучасувати в мероприятиях, які проводяться на цьому з'їзді Мотоциклисти нас, звісно, підтримують На питання гостю з Москви, чи перший раз він у Харкові, Бородеус сказав, що В Харкові не перший раз, з Дмитрием, як активним участником Харковського клубу «Москвич» ми познакомились в Криму Потім вже через кілька років виснилось, що я люблю автомобілі «Москвич», він любить автомобілі «Москвич» На питання, скільки в екіпажі людей приїхало з Москви, дядя Фара допоміг з відповіддю Бородеусу Про подальші плани на сьогодні Бородеус сказав, що А от дядя Фара на запитання, як він встигає організовувати безліч різноманітних заходів і про його плани на сьогодні він відповів чесно Це організував не я, це організував проїзд партизан, підтримували двоколісні братья НАМО, Національна асоціація мотоциклистів Рулив байкерами тюлень, а далі, ну, лично я відправляюся на кофібрейк в автосалон «Містраль» А хлопці йдуть на екскурсію, теж екскурсія подарана, насправді, НАМО Ще трохи поспілкувавшись на площі, вислухавши добрий та веселий анекдот від Ігра Ярового, голови клубу шанувальників «Ауді» «Ластеліни Калець» Шире компанія людей з відкритими до добра серцями поїхала до автосалону на кофібрейк та тест-драйв нового автомобіля «Пежо» От так і пройшов 9-й день липня 2011 року В кого змагання, в кого зустрічі, в кого екскурсія, а в кого кава, тест-драйв нових машин та приємна бесіда в теплій компанії Подивилися, як ото ти проводив час, потім ми тут теж приєдналися до тебе, теж пили каву, їздили на машинах А воно Дмитрия авто не було, як же швидень Де ти був? Я-то знаю, а зріше Я немножко вам завидую Красиві такі москвичі, красиві такі машини, да, всі друзі, всі знакомі, жалко Ну, в цей день я з п'ятью харківськими екіпажами Мы виїжджали в Днепр на РАЛЕ Фарматову ХУТС, учебно-тренировочний сбір, сбор, да? Там у них були чинухи Много ж дождей було Огромні такие заросли Огромні такие песчаные дороги Ну, скажімо так, із п'яти машин Три харківських не дошло до финиша Одна на чулке поехала Ну, ты ж знаеш, такой чулок, може, вахтанай гел Галштук, я б сказав Одна на галстаке Ну, в этот раз использовали женские колготки, чулки Ну, если честно, та машина, в которой я был Разговорным жанром ехал на заднем месте Мы заняли почетное третье место В классе профи Ты ездил не участвовать В ралли в качестве балласта А ты ездил поднимать Автоклубное движение В Днепропетровске Первая часть, это была учиться То есть чему-то там учиться, да? А вторая часть, научить Как жить активно в автоклубах Да, мы стартовали раненькие Встретились на крусть, мы попили кофейка Фото нет? Сейчас, где-то у меня флешка есть, секундочку О! Вот это мы в 6 утра На первой стояночке собираемся все машины Видите, вот они так блестят хорошо в низком солнце, да? Пьем кофеек, раздаем рации Инструктируем, как мы будем ехать Ну и следующее, ребят, быстрее Жена дома ждет Брошу Вот, значит, вид сзади то же самое Вот мы готовимся Едем по пути, едем Блин, знаете, что меня удивило? На трассе куча российских машин с поднятыми капотами Вот реально, одна из них, пожалуйста, фотографии Мы прикуриваем все на все Ну, Toyota либо Lexus Это потому что у них закончилось российское топливо И началось украинское Нет, я не знаю, мы удивили, что на такой большой батуте едут У них машины ломаются И стоят кое-дие украинские машины И что вы думаете? Дружные семьи снидают сало Пьют каву И улыбаются Настеприимцы Не-не-не-не-не, не-не-не, не-не-не-не, хлопцы А вы ежайте туда А мы тут семьи А о мастеприимстве Речи не было Вот Ну, по пути мы там выкинули два колеса Потому что они стерлись И перед гонкой у нас были с собой поставили новенькие, да? Ну вот наша командочка, там Такие расписные автомобили Вот Вот такие вот котята нас преследовали всю дорогу Это тоже было и в качестве балласта. Ну, скажем так, это очень любопытный, это зритель любопытный. Вот такой колонной мы уже заезжали в место соревнований. И вот на месте, на пляжике, песчаные карьеры, собрались машины харьковские, запорожские, днепровские, никопольские, павлоградские. Вот раздают легенды, вот наши ребята харьковчане, Вася, вот видишь там в красной кепке кто это. Знаменитые все харьковские гонщики, любители, практически профессионалы. Сашуха, Сосед, Разъездяй, Джек Блюз. Вот последнее приготовление, Джек Блюз что-то там прикручивает, откручивает свою пыжика. Но он не доехал до филиса, сказал, что моя машина с низкой подвеской. И выкрутил, дуральчик, пыжок. Пыжок. А мы казалось, что пыжок не дает. Нет, нет, он ее так любит, он так ходит, нет, что он по этим чинухам, по этим карьерам, этим мужем, просто не захотел ее, как бы, ну, делать ей больно не захотел. Это вот стартовые ведомости, вы это не понимаете, ничего врали. Наклейки участников, да, вот такие вот эталонные часы, по которым сверяется время. Ну, что такое врали часы, я как-нибудь вам, пацаны, расскажу, когда там, ну, не будут снимать, а про часы расскажу. Вот такие вот сухие, секундомеры какие, да, это самое, посмотрите, ручка есть, калькулятор, да. На фоне нашей харьковской машины, вон там даже написано Макаров. Макар тоже не дошел, порвал трубочку на Ситроенчик и порвал. Вот эта Шкода, к сожалению, пробила карту, в конце концов. Вот, вот это наши ребята ремонтируют Ситроенчик, который в таком ракурсе, там трубочка потекла, гидражка. Вот после половины проезда мы были такие все чистые, все уже. Наклейки Союза, автоклуба. Да, 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 и в этой же машине я мешал ездить. Вот это мы уже приезжаем, когда Ситроенчик починился и тянет пыжика, который тоже почему-то не захотел ехать дальше, и так уехал на чулочке назад. Вот мы на пляже уже финишировали, вот наши флаги, наша команда, вот окунулись, вот такие чистые моторы после ралли. Вот они и смотрят результаты, ошалевшие лица, уставшие, раскрытые рты, вот, вот, судьи вешают все, да, там же смотрят, кто каким проехал, где там штрафики, пеналии какие-то. Ну и вот... Ради чего, собственно, все это и затевалось? Да, да, ради кубки, шильники. Ребята депровские молодцы, построили хорошо все это дело. Впечатление моря. У тебя был очень насыщенный день, но у тебя было одно мероприятие, а у нас... Презентация нового пожо, 300 висев. Мы там вот-то катались. Вам давай, наверевайте вот такие, да? Нет, 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 вот такие машины. Можно было просто пассажирам, можно было за рулем проехаться в присутствии представителя автосалона «Пежо». Вот, мне понравилось, как этот, вот, Дмитрий Артов, который в свой свободный час, как еще кто-то проводит свой свободный час. И, до речи, каждый может, желающий прийти, посидеть за вот этим натюрмортом, подказать еще там, подрамонтировать карбюраторы «Дяди Фары». Можно разнообразить наш натюрморт, придя со своими. Историю всем выдачам. Вообще, просто пообщаться со зрителями, рассказать о себе, послушать о других. Дяди Фару послушать, Дмитрий Артов. Так что, добро пожаловать со своими рассказами, со своими мыслями, со своими предметами для гаражного натюрморта. До побачения. До новых встреч. До свидания. До встречи.